Отношения с Москвой в свете сирийской проблемы стали главной темой на традиционном брифинге пресс-секретаря Белого дома. На вопросы о нарастании напряженности в регионе Джошуа Эрнест ответил, что в Вашингтоне не желают, чтобы этот конфликт стал, цитата, «войной чужими руками» между Россией и США. Хотя призывы к подобному уже давно звучат из стран и стана республиканской партии. Также популярны были вопросы, смысл которых сводился к неприятному для властей тезису. США, по мнению журналистов, теперь просто не успевают реагировать на быстрые и решительные действия России. Об этом же все больше пишут и в прессе. Так популярная «Нью-Йорк Таймс» опубликовала выводы двух профессоров международных отношений из Гарварда и Американского университета в Вашингтоне. Вмешательство Москвы, происходящее в Сирии, может стать первым проблеском надежды на окончание происходящего там кошмара. Господин Путин прав, лишь устойчивая власть и обеспеченная безопасность позволят сирийским беженцам вернуться домой. Россия в Сирии не незваный гость. Она участвует в делах региона уже десятки лет. У Москвы в этой стране есть те инструменты, которых нет у США. Это и военное присутствие, и связь со слабым, но дееспособным режимом в Дамаске, и рабочие связи с правительствами Ирана и Ирака, а также соглашение с ними об обмене разведданными. У Вашингтона есть сотни самолетов, тысячи солдат и крепкие связи с курдами. Но связи с Ираном слабы. Тяжело складываются отношения со слабым правительством Ирака. Разведка в Сирии работает плохо, а программа военной подготовки умеренной сирийской оппозиции была свернута из-за ее полного провала. Продолжение следует...